За весь 2016 год в Ангарске было отмечено 143 официальных случая педикулеза. А в этом году с января по сегодняшний день медики зафиксировали уже 84 инцидента. Сколько ещё людей самостоятельно справились с паразитами, можно только предполагать. Вшивая проблема может появиться и в самом благополучном коллективе. Чаще всего заражаются дети. Это не зависит от социального статуса. То есть это достаточно такое заболевание, которое не статусное, скажем так. Потому что педикулезом может заразиться любой. Только потому, что рядышком голова к голове. И пообщались рядышком, порисовали, поговорили что-то. Ну как дети все, они могут и шапки поменять местами. Если в школе или детском саду выявляют ребёнка, заражённого педикулезом, его сразу же отстраняют от занятий. Осмотры подвергаются все дети в классе или группе, чтобы не допустить дальнейшего распространения паразитов. Вши также являются и переносчиками инфекционных заболеваний, таких как сыпной или возвратный ТИФ. Заболевание опасно очень тем, что, во-первых, это уже инфекционная вся природа. То есть это и температура, и головные боли, и мышечные боли. Ну то есть масса проблем уже наступает другого характера. Соответственно, этим занимаются уже инфекционисты непосредственно. При расчесывании головы, то есть это основной признак течения педикулеза, зуд на волосистой части головы, попадает микрофлора и вся условно-патогенная микрофлора в рану расчесанную. Соответственно, любой педикулез может осложняться присоединением вторичной инфекции. Для лечения педикулеза сегодня есть множество препаратов. Не потеряли свои актуальности и народные способы. Но для того, чтобы не знать этих трудностей, нужно соблюдать правила личной гигиены. Не пользоваться чужими расческами и не надевать чужие головные уборы. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин, Владимир Селиванов. Местное время.